Надеюсь, меня хорошо слышно и видно. Всем привет. Еще раз этот зум для тех, кто не знает, как проводить, как этот марафон проводится, что делать. Этот марафон проводится уже в третий раз. Мы начинали в сентябре, если не ошибаюсь. И да, в сентябре, после такого периода отпусков. И второй раз делали в меябре, кажется. Я уже точно не помню, но вот через месяц. Второй раз мы делали его с косметологом. Вы, я думаю, что увидели уже ролик с Анной. Она, как косметолог, разбирала наши ампулы. Она сказала такую важную вещь, что наши ампулы стоят намного дешевле, чем в других компаниях. То есть она, как, ну и другие косметологи, они берут похожие ампулы, похожую программу. Ампул намного дороже. А это, не знаю во сколько раз, но во много раз дороже, чем в Атоме. Что опять доказывает наш наш девиз, абсолютная цена, абсолютное качество. И мы решили сделать такой марафон. Для чего? Потому что часто такое бывает, что мы для себя жалеем ампулы, да, не хотим лишний раз открывать. Нет, мы лучше там передарим или продадим, чем пользоваться самим. А нужно самим пользоваться, потому что они дают обалденный результат. И увидев ваше лицо, у вас пойдут продажи. То есть без того, чтобы вы даже будете что-то о них рассказывать, ваше лицо скажет все за вас. Оно станет сиять. Мелкие морщинки уйдут. Увлажнится очень глубоко. Увлажнится лицо. Особенно, если вы используете Skin Booster. Можно без него. Лучше с ним. То есть если кто в первый раз проходит, и еще пока нет бустера, и вы планируете еще пользоваться ампулами, то обязательно приобретите бустер. Но если кто в первый раз, можно и без него, да, руками тоже тепло наших рук. Оно позволяет ампулам впитаться хорошо. Так, и наш марафон будет длиться месяц, то есть четыре недели. Мы начали сегодня символически, да, с первого числа. Было непросто проснуться и сделать уход, но уже есть. Так, сейчас я посмотрю. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, день, восемь, тоже сейчас ведемственных, 13, 14, 15, 16, 18, 19... 22, 23. Придо 23-24 участницы получили, во-первых, балл. Кто-то уже успел два балла получить это, Альбина и Катерина. Молодцы! Продолжайте в таком духе! То есть, что нужно сделать? Нужно открыть коробку и начинаем с ампулы 0, то есть каждая ампула рассчитана на неделю, нельзя хранить ампулу больше двух недель, вам за неделю нужно успеть закончить первую ампулу, то есть эта программа ампул рассчитана на один месяц, одна ампула одну неделю, то есть утром, вечером. И чтобы нам отслеживать, что вы делаете уход, нам не хватает просто написать сообщение, я сделаю уход, сделайте, пожалуйста, фото сразу после ухода вместе с той ампулой, которую вы используете сейчас, например, я использую сейчас один, раньше начала, и вот таким образом вы фотографируетесь сразу после ухода, у нас кожа такая напитанная, сияющая, сразу видно, что вы сделали уход с ампулой. Вот, и вот так в течение каждой недели мы будем с вами пользоваться одной ампулой. Почему мы начинаем с 0? Ну, так, это официальная инструкция от компании. Был эфир с Анной, где она говорила, что на разные типы кожи можно начинать либо с 0, либо с ампулой один, и там так получается, что сразу открываешь все четыре ампулы. То есть Анна говорила, что это так написано, что две недели у нас срок действия, срок действия открытой ампулой, но как косметолог она считает, что это просто компания подстраховывается, чтобы эти ампулы не лежали там месяцами. Но кто в первый раз проходит, лучше всего воспользоваться официальной инструкцией, лучше идти по схеме 0, 1, 2, 3. То есть первую неделю начинается ампула 0, синенькая. Да, бывает такое, что кто-то не знает, что нужно нажать на ампулу, уже пару раз такое было. Обязательно посмотрите, да, чтобы ваша ампула стала синей. 0 – это синяя ампула. Например, первая ампула, она становится желтой. То есть они вначале все прозрачные. Это только половина ингредиента. Вторая половина, она в крышке. Когда мы нажимаем, ингредиенты смешиваются, и мы хорошенько тоже смешиваем, трясем ампулу до впитывания. Потом уже меняем пипетку. У пипетки обязательно нужно снять защитную картонку, такую тубу. Вот, тоже пару раз видела, что девочки забывают снимать картонку. Без картонки просто выглядит намного красивее. Вот. Если какие-то будут вопросы, пишите в чате. Также я обязательно посмотрю на наш чат еще раз и пройдусь по вопросам оттуда. Так, сейчас нас маловато. Я сейчас в чат еще раз напишу, что у нас начался, зум начался. Так, там просят помочь со звуком. Сейчас у меня нет звука. Нажмите. Пойти. Так, я уже забыла, как нужно настраивать звук. Уже давно такого не было, что кто-то не знает, как настраивать звук. Так, нажмите «Включить звук» или «Войти через интернет». Да, что-то такое. Можете тоже помочь в чате написать, как включить человеку звук. Потому что точно не помню, как-то уже забыла. Так, ну пока я в чате, я пробегусь по вопросам, которые там были. Так, если у кого-то вообще нет ампул, то оставайтесь в чате. Вообще-то чат только для тех, у кого ампулы, да. Но не обязательно можете оставаться, если вы просто хотите мотивации. посмотреть там на результаты, да, тоже приветствуйтесь. Почему бы и нет. Кого еще нет ампул, но скоро будет. То есть они еще в пути, например, да, ампулы. Тоже оставайтесь с нами. Мотивируйтесь, вдохновляйтесь. Девочки все молодцы, кто скидывает фото. Вы просто можете увидеть фото и сразу понимать, как проходит марафон, да. Так. У Галюжан был вопрос. Скажите, пожалуйста, эти белые частички должны раствориться. Вот как у нас есть эссенция гидра, там тоже они растворяются прямо на коже. То есть в ампуле 0 не должны частички раствориться. Но такой момент, что в ампуле 1, да, есть такой момент. Здесь частичек не должно быть. То есть когда мы открываем ампулу 1, это будет ваша следующая ампула. Когда вы нажимаете, оттуда высыпается витамин С. И поначалу они такие будут частички тоже видны. Поэтому только ампуле 1 вы даете 2 часа, чтобы пороженье-то растворясли, поставили в холодильник, поставили на 2 часа. И вы увидите, что сами частички растворятся. То есть именно эту ампулу единственная, на которую нужно подождать 2 часа, чтобы она растворилась. Остальные ампулы такого делать не нужно. И я рекомендую все ампулы хранить в холодильнике, либо на подоконнике, где холодно, где нет радиатора, да, потому что тепло их разрушает, солнце их разрушает. Из-за этого влажность их тоже разрушает, да, активные ингредиенты. Поэтому мне кажется, оптимально это хранить в холодильнике, там, где ничего, никаких разрушающих факторов нет. Плюс приятно носить холодное средство на лицо. Поэтому, да, главное не ванны, где влажность у нас. Так, я надеюсь, Эмма включила себе звук. Смотрите в чат. Да, Умсунаи у вас будет, вы нас договорите, отлично. Пульшар спрашивает, как совмещать набор абсолюции в активы и ампулы? Хорошо, спасибо за вопрос. Классный вопрос. Так, ну, давайте тогда так. Начинаем мы уход с ампулами с очищения. То есть сначала, ну, раз на неделю можете сделать четырехступенчатое очищение, но если ежедневная основа, то это deep cleanser, потом пенка, и затем идет тонер обязательно, можно абсолют, можно любой другой. Затем ампулу не наносите, ампулу меняете на вот эту. То есть вот этой ампулы нам достаточно. И дальше сыворотка, лосьон, да, то есть вместо синей ампулы. Если это набор фейм, то там шестым ставите ампулу. Ну, то есть не последнюю, конечно, после тонера. Ампула идет всегда после тонера, потому что она довольно жиденькая. То есть мы идем к жидкому, с жидкого пустом. Поэтому, ну, ампула всегда будет после тонера, вторая. Вот. Фейм набор, да, такой у нас еще гидро набор. Если гидро, то, я думаю, можно после эссенции, да, перед кремом. Какой у нас цикл, еще набор после тонера. Ну, в общем, во всех наборах после тонера. Почему? Потому что тонер помогает этой ампуле впитаться. Если вы сразу ампулу без тонера нанесете, эффект будет не такой. То есть кожи сначала нужно после умывания нормализовать свой pH-баланс, подготовиться к активным ингредиентам в ампуле. Поэтому не забываем тонер. Затем крем, да, как я записывала утром сегодня, что днем можно использовать крем солнцезащитный. Например, эссенция абсолютно такая. Почему? Потому что ампулы, они активные ингредиенты, особенно, например, витамин С. Они боятся солнца. Если, например, выйти, сделать, ну, витамин С нанести, выйти на солнце без защиты, можно получить пигментацию. Из-за этого обязательно защищайтесь солнцезащитным кремом днем, даже зимой, а вечером можно, ну, любым кремом закрыть. Надо есть такое понятие «закрыть ампулу». Это особенно касается сухого и нормального типа кожи. Если жирный и комбинированный, там уже, смотрите, например, у меня комбинированный тип, я не могу кремом закрывать ампулу. Мне нужно там что-то легкое, либо кремисто, либо лосьон, ну, такое что-то легкое, которое не будет пленкой ложиться. Да, вот сухому и нормальному типу кожи обязательно нужно кремом закрывать. То есть для чего мы делаем? Нужно обязательно ампулу чем-то закрыть для следующих слоев, чтобы ее ингредиенты не выветрились. Понимаете? Особенно зимой у нас много обезвоживающих факторов, то есть это отопление, да, самое агрессивное такое. У нас влага просто испаряется из кожи, не успеет она достойти до глубоких слоев кожи, как она испарится уже. То есть, ну, никакого эффекта не даст, да, но ей же нужно время, чтобы пройти через слои кожи. Бустер в этом очень хорош. Он помогает очень быстро, делая так, чтобы ампула впиталась. Также крем, да, если вы наносите, он как бы защищается, вот защиту дает, чтобы эта ампула не выветрилась и прошла дальше. Поэтому, да, такой момент. Сейчас еще почитаю в чате, какие были вопросы. Так, а, про режимы. Да, давайте про бустер. У него есть несколько режимов, да, но мы начнем с синего. Это длится 5 минут, то есть, после 5 минут увлажнения, ну, 4-5 минут, где-то так. И он сам отключается. Поэтому не дольше этого времени. То есть, электропорации тоже долго увлекаться не нужно. Но, если коротко, то очень эффективно. Дальше идет белый. 2 минуты он длится. То есть, вы можете, ну, полторы минуты где-то попользоваться. Потом после 2 минут он отключится. Дальше идет фиолетовый 2 минуты. И последний красный, без электропорации, просто тепло идет. 5 минут. Вот такой уход, ну, получается, 14 минут. И я думаю, что не нужно там определенный, да, для определенной ампулы. Это, как это делается. То есть, на этапе ампулы вам нужно пройти все 4 режима. То есть, нанесли ампулу и прошли, да, начинаете проходить. Потому что ампулы вам недовольно долго. Их нужно впечатывать в кожу. Поэтому первым, и вторым пройдитесь, и третьим. Сможете уже, если ампула стала, ну, лицо стало сухим. То есть, нельзя, да, по сухому лицу проходить за ампулы. Ой, бустером. Поэтому, если лицо стало сухим, можете там мист или лосьон уже следующий этап нанести. И уже. Или можно сделать как? Вот на синем можно этап тонера закрывать. Потом белым уже какую-нибудь ампулу. И фиолетовую, да. То есть, за 2 минуты у вас ампула не впитается. Нужно там, ну, подольше 4 минуты. И на красном этапе нужно уже крем закрывать. То есть, экспериментируйте, как вам удобнее. Вот. Просто было такое мнение, что синий ампулы это для синего, ой, это синий цвет, это для синей ампулы. Белый это для желтой. Ну, как бы это, такого нет, да. Пользуйтесь, как вам удобно. Так, еще какой был момент в чате. Тоже напишите, пожалуйста, если я что-то забыла. Да, утром и вечером скидываем фото. Ну, я думаю, что вы уже поняли, как это проходит марафон по фотографиям. Так, от Екатерины очень классный совет. Делайте фото до, чтобы увидеть результат, да, чтобы у вас было до и после. Обязательно. Можете сделать это завтра перед ампулой. Перед нанесением ампулы лучше, когда светит солнышко или когда яркий, ну, хороший свет, и на заднюю камеру телефона. То есть, например, в Самсунге передняя камера, она немножко дает такой, ну, фильтр, такой замазывает несовершенство. Поэтому вы не сможете оценить. Хорошо бы, если вы кого-то попросили, чтобы у вас вот прям все каждые порки все скотали, как есть, чтобы был результат наметен. Так, видела вопрос. Кульшаш. Ник, у меня на лице есть папиллома. Бустер вредный несет папиллома. Так, папиллома – это что у нас? Вроде был такой вопрос для косметолога. Она сказала избегать места папилломы. Папиллома – это образование, которое вступно в внешнюю сторону кожи выглядит, как пальцевидные, вытянутые бородавки. А, бородавки, да? Да, то есть избегайте бустером папиллом. Все остальное можете использовать. Ну и проконсультируйтесь в косметологах. Все косметологи в курсе о электропарации. Я думаю, что они тоже вам скажут, избегать места папилломы. Так, еще чат смотрю. Закреплю. Да, Катя, спасибо, я закреплю важные сообщения в чате. Не успел еще это сделать. Вроде больше не вижу вопросов. Напишите, пожалуйста, сюда в чат. Вы помните. Так, Венера пишет. Добрый вечер. Пипетку после каждого использования нужно промывать или не надо. Нет, нет. Это не обязательно делать. Это все устроено для вашего удобства. Чтобы ничего не промывать. Просто пипеткой не задевайте кожу лица. Потому что это бактерии. Они, которые попадут потом в средства и там будут накапливаться и разрушать ампулу. Не попадайте пипеткой. Просто старайтесь, не задевая, нанести. Храните в холодильнике, да, чтобы не размножались бактерии. Что еще? Какой-то момент еще хотела сказать по вашему вопросу. А, промывать. Для, да, кто сортирует отходы, потом можно промыть уже в конце. Когда вы закончили ампулу, промойте и сдайте в переработку вот это стекло. И стекло от пипетки тоже можно стать. Остальное, кроме коробки, не подлежит переработке. Спасибо за вопросы. Далее Шуира. С компанией Атоми без пластической операции. Были красивые. Да, да, да. Это, да, вместо косметолога, особенно после новогодних праздников, вы привести лицо в порядок. И для рекламы. Вы будете ходячей рекламой, еще будете спрашивать, что вы сделали со своим лицом, потому что оно преобразится. Польша. Мика, я капаю ампулу на ладошку, на ладошку потом руками наношу на лицо. Так можно? Можно и так, да. Почему? Потому что, когда мы наносим на ладошке, он, это след, оно согревается, да, и лучше уже потом впитывается в кожу. Можно носить сразу на лицо. Кто-то жалеет, да, что оно попадет на ладонь, и там как бы тоже питается туда, и меньше следа попадет на лицо. То есть выработайте свою схему, как вам больше нравится. Вы можете, кто без бустера, да, можете, в принципе, распирить в ладошках, и потом уже на лицо. Тоже хороший вариант. Почему нет? В ладошке много не впитается, да. Так, ну, помните, да, что тепло наших рук, оно позволяет ампуле лучше впитаться. Так, еще вопросы. Елена, я правильно поняла, что после ампула-1, после соединения с активными веществом, стряхнуть и в холодильник на 2 часа. Да, верно, вы правильно поняли. Только ампула-1 нужно такую вот процедуру провести, потому что витамин С, он очень сухой, то есть все остальные ингредиенты, они жидкие. Если вы помните, вы нажали на ампулу 0, и вышла такая синяя жидкость. Вот ампула-1 выходит в сухой порошочек. И ампула-3 и 4 тоже жидкие, жидкое активное вещество. Здесь же сухой порошочек, из-за этого он, ну, такими вот частичками, вы их прям видите, как-то сразу после смешивания. И этому нужно 2 часа, чтобы полностью эти частички растворились. Вы видите, ничего делать не нужно, не нужно ей там каждые 5 секунд стряхивать. Она сама все произойдет, просто нельзя пользоваться, пока эти частички еще не растворились для максимального эффекта. Насчет бустера. Сашуля нам писала, что она читала инструкцию, и там было написано, что бустер нужно заряжать после каждого использования. Я еще не добралась до корейского сайта, не проверила эту информацию, но похоже на правду. Кто-то писал, что у них бустер очень быстро начал гнать. Возможно, потому что мне не часто заряжать. Я этот момент уточню и обязательно напишу в чат. Всем добрый вечер. Отдавайте, пожалуйста, вопросы любые. Я думаю, что ваши вопросы помогут и новичкам, и всем лучше понять, как проходить марафон. Пока вы пишете, можно слово передать Катрине, Екатерине Ким, на соорганизатор нашего марафона, и она расскажет вам о том, как надо правильно отправлять фото. Катя, слово вам. Спасибо. Так, ну я там задавала вопрос насчет дедлайна. То есть, думаю, все равно утренний уход, вечерний уход. Ну, утро, я думаю, до 12 часов, и надо будет, ну, по времени. Я заполню формулу, Google формулу внесу всех, и там, кто, если у вас есть разница во времени с Алматой, вы мне напишите там минус, плюс. То есть, вы будете ориентироваться по своему местному времени. До 12 часов дня будем отправлять фото. И это, пожалуйста, наверное, вот надо через хэштег фото один, чтобы было видно. И потому что я в моменте не буду, например, сразу, а потом где-то в промежутке буду смотреть, кто там скинул фото. Ну, и второе фото, думаю, до 12 ночи, если будут отправлять, в принципе, нормально. Хотела чуть раньше сделать, но думаю, вдруг у кого-то какие-то дела, и думаю, ладно, до 12 ночи, в принципе, это как бы нормально будет. И тоже отмечать фото два. Фото один, фото два. А так вроде бы больше пожеланий нет. Так, в чате я что-то увидела. Далее. Своевника по ампуле плохо скользит бустер. Быстро высыхает ампула номер один. Так и выводить вторым и третьим режим. По ампуле номер один или номер ноль. Вот ноль, она быстро впитывается, а ампула один. Мне прям нужно все режимы делать, чтобы она впиталась. Ну, возможно, у вас кожа такая, что быстро ампула впитывается, поэтому ампула один – это осветление. Да, вот ампула ноль, да, вы пишете? Да, ампула ноль, она очень быстро впитывается, можно, в принципе, в синем начать. Вот можете, либо вот этим вторым белым. Он короткий. Вот, в общем, белый короткий, фиолетовый, самый короткий, два, можете в течение вот этой ампулы ноль и не только пользоваться. А вот этими, которые дольше, да, вот этот подготовительный, пять минут, можно и там тонер, например, впитывать. Ампула ноль, она, да, она быстро впитывает. Вот ампула один, она более такая уже капризная. Витамин С и другие витамины для нашего, для сияния кожи. Или наносите ампулы по зону. Так. Наносите ампулы по зону, например, лоб работает. Да, да, да. Не жалейте ампулы. Часто такое бывает, что неделя прошла, а ампулы еще много осталось. Значит, вы пожалели. Ампулы не нанесли столько, сколько нужно вашему лицу. То есть хорошенько, да, и на лоб, и в эту зону и шеи не захватить, декольте даже можно, и ручки можно тоже. То есть у нас такой график довольно короткий, да, плотный, что нам нужно закончить ампулу. И мне, я так щедро наношу, что мне все 14 минут даже нужно, чтобы полностью впиталась ампула. И хотела, да, обустроить, заострить внимание на ампулу 1, что она такая капризная, она немножко липкая и довольно долго впитывается. Поэтому, и кто бежит на работу, да, например, помните, что вам нужно чуть побольше времени на впитывание этой ампулы. Хорошенько ее проработайте. Возможно, где-то будет щипать, но это очень коротко. Кстати, и бустер тоже имеет такое свойство, что вначале, особенно где тонкая очень кожа на лбу, он щипает. И были такие случаи, просто это нужно перетерпеть, он проходит, щипает не больно и проходит довольно быстро. Поэтому, да, тоже ампуле 1 дайте время, чтобы кожа к ней привыкла, и она к ней привыкнется, и вы будете дальше пользоваться. Ампула 2, золотая, она не капризная вообще, да, она быстро впитывается, и вот такие золотые частички у вас тоже остаются прямо на коже. Их нужно, если они остаются, как и первая, ой, ноль ампула, да, нужно просто хорошенько проработать эти места, чтобы золото впиталось. А последняя ампула это всех любимых, потому что она такая более кремообразная, ну, как лосьон, и приятная такая, ну, в общем, кайфанете. Так, вижу вопросы. Все ампулы хранить в холодильнике? Да, Светлана, лучше хранить в холодильнике, потому что вдруг дети увидят, разобьют, потому что, кстати, когда вы фотографируетесь с этой ампулой, не забывайте, что они очень хрупкие, уже было три случая, когда из-за фотографии ломались ампулы, либо дети взяли, разбили, очень жалко, да, потом, как вы будете проходить марафон, если у вас одна ампула закончилась, а весь набор новый, например, открывать жалко, да, только радио. Поэтому, да, берегите их лучше в холодильнике, подальше от детей, от солнечных лучей, от батарей. Юлия Ким, Мика, скажи, пожалуйста, можно ли наносить ампулу на все лицо и шею, и хватит ли ей на неделю при таком нанесении? Хватит, да. Я очень щедро наносил, у меня все равно за неделю еле заканчивается. Поэтому не жалеем. Ну, вы сами уже почувствуете, как вам надо пользоваться ампулой, чтобы ее хватило на неделю. То есть первую неделю, возможно, у вас или останется, или чуть-чуть не хватит, ничего страшного, в следующей неделе. Вы уже будете знать, сколько вам нужно для вашего лица. Так, Елена, это для Натальи. Рекомендация для аппарата зон, зона лоб, проработать аппарат. А, совет для Натальи, да? То есть проработать лоб, а затем следующая зона, проработать аппарат. Не наносите ампулу сразу на все лицо, если хотите ее вбивать аппарат. Наносите постепенно, по зонам, когда он не успеет впитываться. Да, я тоже так делаю, кстати. Проработаю лоб. Потом, потому что у меня лоб, он сухой. А вот эта часть жирная. Поэтому лоб у меня быстро впитывает тоже. Здесь тоже прорабатываю отдельно шею, отдельно. Спасибо. Елена за советы. Светлана, как правильно наносить тонер, ампулу, лосьон? Верно. Все верно. Тонер сначала, потом ампула и лосьон. А днем тонер, ампула и солнцесущитка. Не забывайте, то солнцесущитка. Солнце, наш самый главный враг, он старит кожу, он дает нам морщины, пигментацию и портит нам уход. То есть тоже выветривает средства из нашей кожи. так, еще, пожалуйста, вопросы. Так, пока тоже вспоминаю. Пока вспоминаю, пока вы вспоминаете вопросы, пишите, расскажу про самое приятное, да, это в конце марафона мы разыграем четыре подарка, потому что у нас рекордное количество участников, в этот раз 50 плюс, да, я сейчас поняла, 55 человек в чате, но не все приобрели ампулу, кто-то просто вошел из любопытства или для мотивации, чтобы приобрести ампулу, участвовать в нашем мартовском марафоне, поэтому будет четыре подарка, да, то есть, ну, я так просто думала, что 40 человек будет участвовать где-то примерно, но я думаю, что будет меньше, мы посмотрим еще за вечер, может, еще не все успели скинуть фото, еще не все получили ампулу, ну, так, неважно, но будет четыре подарка, это Аделика, и победительность сможет выбрать цвет Аделики, второй приз это набор ампул, третий приз это набор Pay, четвертый приз это Evening Care, то есть, это все наборы очень классные, крутые, и хороший шанс выбрать, поэтому участвуйте, да, чтобы участвовать, нужно получать баллы, баллы вы знаете, как получать, отправлять фото утром-вечером, то есть, все, кто 1 января уже отправил фото, успели получиться первый балл, кто не, только вечером уже не успели, поэтому ничего страшного, если вы не успели отправить, не отчаивайтесь, возможно, вы еще стоите догнать, кто-то не будет, прям вот каждый день отправлять, возможно, вы их догоните, но, как показывает практика, много таких, кто все, все фото отправляют и участвуют, то есть, участвуют только те, кто набирает максимальный балл. спасибо большое, подарки крутые, все молодцы, что участвуйте, нужно поощрять, нет, видео здесь если снимете, то все равно один балл, то есть, для чего фото делается, чтобы мы проверили, что вы сделали утренний уход, два раза в день уход, утром, вечером, лучше не отправлять видео, потому что это загружает наш чат, кто, вообще вы можете настройках выключить, да, чтобы у вас автоматически сохранилось все фото, видео, если просто у вас не выключена эта функция, то все сохраняется на телефон, а это очень много места занимает на телефоне, поэтому лучше отправлять фото, да, два раза в день, утром, вечером, вот как сказала Екатерина, лучше до 12 дня в вашей стране и до полуночи тоже по вашему времени, если вы живете в других регионах, пожалуйста, напишите в чат или в личку Екатерине, чтобы она учла этот момент, то есть если вы отправляете позже этого времени, Екатерина уже не принимает ваше фото, правильно? да, то есть соблюдаем дисциплину, баллы, да, по дедлайну будут вставлять, вечернее фото еще есть время, я чуть позже начинаю заниматься, да, вечернее фото еще есть время, потому что Екатерина озвучила сроки до полуночего, а здесь время отправляйте, так, утром до 12 вечера, так, иногда так поздно заканчиваем работать, все свои дела уже поздно совсем, да, ну, какие правила, в такие условия, для чего это делать, наверное, чтобы, ну, Екатерине тоже было удобно и подсчитывать, потому что людей много, за всеми не уследишь, если не будет дисциплины, вот, ну, я думаю, что вы все успеете, работа у нас классная, и оффлайн, и онлайн, все поняла теперь, да, Юлия, ну, этот зум специальный, да, чтобы все моменты прояснить, если еще остались какие-то вопросы, давайте, мы с удовольствием ответим на них, кстати, в первом марафоне мы разыгрывали Аделику, в втором марафоне разыграли тоже Аделику, вот, этот третий марафон, это рекордное количество подарков, конечно, давайте, участвуйте, выигрывайте, Катя, спасибо большое за такую работу, да, спасибо большое, Катерине, вообще, за помощь, и в чате челлендж, была поддержка и здесь, это замечательно, вот, и эти ампулы можно использовать курсами, то есть одной коробочке, ну, это как, например, коллаген, да, мы пьем, и одной коробочке не хватает для вау-эффектов, конечно, вы увидите результаты, вы увидите, что ваша кожа увлажнилась, что, вот, как у меня, например, да, проблемы с акне, кожа, то есть, эпидермальный барьер, он пришел в норму, то есть, не выходит высыпание, что меня очень радует, потому что у меня позднее акне, прям вот, сильная проблема, вот этим до сих пор шрамом, там я, конечно же, еще борюсь, и благодаря этим ампулу хочу я не фидбайз. Вот, поэтому вы можете использовать ампул, например, курсами в 3 месяца, до лета, да, до активного солнца хорошо бы несколько лет, поэтому мы делаем еще в марте марафон, чтобы продолжать пользоваться ампулами, еще, еще лучше эффект был. Так, Елена пишет, что украина разница во время 4 часа, у нас 12 ночи, так нам до какого, так, да, Елена, по вашему времени, ну, то есть, в каждом регионе до 12, и удобно, да, легко запомнить до 12 дня и до 12 ночи. Так, кто еще не приобрел ампулы, да, ну, тоже молодцы, что вы участвуете в нашем чате. Чем больше информации, тем лучше. Ну, я думаю, что вопросов больше нет. Всем спасибо. Пишите в чате, если что-то непонятно, обязательно разберем. Все, тогда заканчиваем встречу. Пока-пока. и еще раз с Новым Годом, с новым счастьем и с новой, сияющей, молодой кожей. Всем классного марафона. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,